Роль охотника за головами была добавлена несколько месяцев назад, в сентябре, вместе с коллекционером и торговцем. Каждую неделю после выхода роли нам добавляли по одному легендарному преступнику. Сейчас, на данный момент, их добавлены все... все... блядь... добавлены все 10. Для того, чтобы не просто рассказывать сухую информацию, как, что они из себя представляют, это для того, чтобы вы ощутили реальную картину, так сказать, их возможностей и способностей. И я буду рассказывать о каждом из них и давать им некую оценку. Во-первых, это за сложность прохождения. Второе, это за интерес этого прохождения. И третье, нужна ли команда для этого прохождения, или достаточно пройти его в соло. И первый преступник у нас Филипп Корлье. Он, на мой взгляд, является одним из самых интересных легендарных преступников, которые были введены нам в Рокстар. Во-первых, мне очень понравился в самом начале вот этот прикол с глюками, с огромными кроликами. Действительно было и поначалу непонятно, что делать. После чего игра нас перекидывает на обычный известный нам маршрут. Вот это убей, либо поймай, будет встречаться куча врагов, крокодилов и так далее. Интересность сюжета. Я бы поставил 4 из 5. Сложность. Квест действительно сложный с этими крокодилами, потому что, во-первых, у Венистаса можете использовать орлиное зрение для того, чтобы определить, где крокодил находится. На максимальном уровне сложности, четвертом и пятом. Там их вообще не прочувствуешь. Они жрут фактически с первого раза вас. Боты не отображаются на карте. Действительно просто творится лютый хаос. И настоятельно рекомендую проходить этот квест в команде для соло-прохождения на максималке. Он действительно тяжелый. Волк. Нам поначалу надо пройти по нескольким секторам и найти его следы. После того, как мы его находим, кроме всех преступников, здесь будут только дикие волки и животных. И, собственно, все. Он от нас убегает, мы его ловим и хватаем, и приносим. По интересности, два из пяти. По сложности. Я считаю, что по сложности он пять из пяти, потому что эти волки, сука, их очень много. Они жрут, кусают. Фактически сразу сносят все хп. Проходить одному сложно. Здесь мы переходим к следующему нашему топу, так сказать. Это количество людей необходимых. Да, нужна команда для того, чтобы отстреливать волков. Конечно, все эти квесты я проходил в соло. И на четвертом, и на пятом уровне сложности. В этом нет никакой проблемы. Я просто лишь говорю, для комфортного прохождения нужна команда для отстрела этих волков. Больше преступников на карте вы не увидите. И следующий преступник Тобин Уинфилд. Интересность прохождения его квеста прям захватывающая. Я бы поставил пять из пяти. Потому что там действительно сложный сюжет. Ну, как для меня, по крайней мере, если сравнить со всеми легендарными преступниками. Он меня запутал. Потому что преступник в самом начале решил сдаться. После чего проследовать за какими-то тайными документами. Мы туда заходим, попадаем в какие-то засады, перипетии. И в конечном итоге я не буду спойлерить, что происходит. Но квест действительно с неожиданным поворотом. Хотя я легко предсказуем, но тем не менее, если я сравниваю чисто с миссиями легендарных преступников. Сложности его три из пяти. Я не считаю, что квест очень сложный. И я не считаю его очень простым. Прохождение в команде здесь не обязательно. Проходить его на самом последнем сложности не составит никакой проблемы. Потому что преступники легко отстреливаются. И по большому счету не несут никакой угрозы нам. И вот так вот плавненько мы перешли к Сесилу. Задача очень простая. Захватить форт, в котором он сидит. Мне очень понравилось. Мне нравится захват, удержание целей. В свое время играл в линягу. Мы держали замок. Но суть не про это. Суть то, что осаждать какое-то, особенно по стелсу. Это прям вообще кайфушечка. Да, стелс реализован у бога, конечно, в Red Dead Online. Но тем не менее, интереса к этому квесту он никак не посранит. Дальше, после того, как мы захватываем крепость, удерживаем ее, удерживаем от наплыва других врагов. Сложность три из пяти. Нахождение команды не обязательно, но интересно. А интерес квеста, я как уже и говорил, пять из пяти. Это Дойл. Вот этот первый легендарный преступник, с которым я познакомился после выхода Red Dead Online на ПК. Мне этот персонаж по интересности зашел выше всех. Если бы можно было поставить оценку шесть из пяти, я бы... Хотя я могу. Шесть из пяти по интересности. Потому что я, когда проходил ее в первый раз, я вынюхивал, что за преступник там находится. Из четырех женщин определить, кто из них настоящий, а кто нет. Они на лице носят маски. Я слушал, бегал за ними. Когда одна говорила другой, типа, передай главный, что мы там ничего не нашли. Соответственно, с нее сразу слетала вся возможность относительно того, что она является главной. В общем, этот квест реально захватывающий для меня. По сложности четыре из пяти, только лишь потому, что начинается потная перестрелка на последней сложности, когда вы хватаете Дойл. То есть, до этого момента и после уже. Это уже не страшно. Дальше, значит, по сложности четыре из пяти, по интересу шесть из пяти, прохождение в команде для упрощения желательно. Для того, чтобы определить, кто из них настоящий. Ловим сразу волосой и убегаем. Собственно, все. Можно и в одиночку. Но интересно, конечно же. Следующие у нас идут Сержо и Барбарелло. Я бы объединил этих легендарных преступников как, в принципе, одно и то же. Потому что у нас есть точка, куча врагов. Надо всех перебить, захватить и доставить. У Барбарелло здесь единственное, что зона поиска есть, где она может располагаться. Места их дислокации никогда не меняются. Это вышка и домик. И, соответственно, все. По интересу прохождения два из пяти. По сложности, что один из что второй. Три из пяти. Наличие команды. По желанию. Можно отстреливать всех по чуть-чуть и в соло. Можно командой гопнуть их за раз. Я бы не сказал, что этот квест прям интересный и топовый. Бен, красная попка. Вот второй квест, который я проходил уже сам на ПК, когда он только открывался. Этот квест показался мне достаточно интересным. Мы ищем поезд. Останавливаем поезд. Либо на полном ходу. Выискиваем цель. Кто из них находится, неизвестно. На последнем уровне сложности цель не отмечается. Надо визуально установить контакт. Кто там есть, кто. И, соответственно, мне этот квест понравился где-то на уровне, как и Дойл. Я бы оценил интересность его в четыре из пяти. Потому что надо определить, кто из них там. Кто чисто визуально. Хотя они все в красном. Сложность прохождения тоже четыре из пяти. Потому что, когда вы начнете рисовать банду, ему придут, начнут прибегать на помощь конники. Всадники, стрелки. И у меня была несколько раз проблема тем, что я связывал Бена. Спрыгивал с поезда на полном ходу. И он дох под колесами поезда. Надо было остановить поезд. И так далее. Наличие команды не обязательно. Узкое пространство. Поезд очень узкий. Пройти можно достаточно легко и в соло. Но гораздо проще с другом, когда он тормознет поезд. Семейка. Тут гораздо все очень интереснее и забавнее. При первом прохождении я получил прям эстетический экстаз от прохождения этих миссий. Мне наконец-то понадобилась телега тюремная. Я был безумно счастлив, что я ее воспользовался. На легендарном уровне сложности, на самом последнем. Доставило мне много хлопот их перевозка. Я дважды раздолбал повозку. И у нас четыре метки на карте. В каждой из них спрятан по бандиту. А бандит, если сбежит хотя бы один, миссия провалена. Надо поймать всю семейку. И по уровню интереса я бы сказал, что он совмещает в себя Бена. Потому что есть узкие пространства. Барбарелла. Потому что есть захват территории. Но нет интересного сюжета, предыстории. Почему они разбились по нескольким точкам. Почему они не вместе, не прикрывая друг друга какой-то информативности. Какого-то детективного составляющего. Вообще, в принципе, у законника здесь не хватает вот этого как в ведьмаке. Есть, конечно, вот это ведьмачье чутье. Грубо говоря, да. Поискать улики, побежать по линии. Но представить хер к носу, так сказать, и понять, а что же было здесь. Мы нашли топор, мы нашли телегу, а там один преступник. А почему именно так? То есть у нас есть просто преступник. Поймай, приведи. Предыстории нет. И немножко грустно от этого. Но, тем не менее, интерес к прохождению у меня был. И по стенсу. И просто поценил бы я это задание как 4 из 5. Сложность 5 из 5. Потому что действительно очень сложно их проходить. Их очень много. Наличие команды обязательно. То есть здесь прямо одному было потно. Потно, влажно, как и с волками, либо с Филиппом в самом начале. Ну и у нас остается Борис Бритва. Борис, хер попадешь, как говорится, русский легендарный преступник. Оценил бы интерес этого квеста за шапку, балалайку и клюкулу, как один из пяти. В принципе, интерес квеста где-то на этом же уровне. Добавил бы 5 пунктов за харизматичного персонажа, но не хочу. Сложность прохождения один из пяти, один из самых простых квестов. Наличие друзей не обязательно. Вот, собственно, такой получился ролик. Долгий, постарался. Без водички, как вы любите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Дискорд в описании. И я знаю, что добавили 11-го легендарного преступника, если выполнить миссию в GTA Online на револьвер. К сожалению, я пока не знаю, как его активировать, эту миссию. Может быть, она еще до сих пор не активирована. Но как только он выйдет, я обязательно сниму про это отдельный ролик. С вами был Сократ. Пис вашему дому. Пока.